Иногда, когда мы просматриваем рецепты, некоторые шефы достают из своих закромов такие интересные инструменты, без которых это, казалось бы, невозможно. Но не стоит отчаиваться, на самом деле все можно сделать. При должном усердии и с минимальным набором инструментов. Расскажу, каких сейчас. Но перед тем, как начать что-то готовить, важно подготовить все продукты согласно рецепту, все сделать по весам и все разложить на удобные позиции, то есть сделать мезамплаз. Это то, что вы будете часто видеть в наших последующих кулинарных уроках. Однако, это делается все при помощи электронных весов, благодаря которым я точно могу подготовить себе ровно столько ингредиентов, сколько мне нужно для приготовления каждого рецепта. Именно поэтому в каждом нашем уроке мы приступаем сразу к приготовлению, не отвешивая ничего в процессе. Однако электронные весы имеют очень важное предназначение даже на вашей домашней кухне. И я точно знаю, что благодаря весам я смогу отмерить 20 грамм кофе и залить их 360 граммами воды, чтобы сделать себе отличный черный кофе Chemex. И, к сожалению, это никак не сделать в чашечках или ложечках. Поэтому, если хотите сделать рецепт точно, используйте весы. Другой точный инструмент измерения на вашей кухне это градусник. Он может быть электронным, а может быть аналоговым. При помощи них можно удобно проверить температуру во фритюре или внутреннюю прожарку мяса. Однако не отчаивайтесь, температуру фритюра можно проверить бамбуковой палочкой, а жар от сковороды при помощи руки или капельки воды. Как готовить дома на пару, если нет пароварки? Ни бамбуковой, ни мелкобытовой. Очень просто. Берете кастрюльку, туда наливаете водичку, сверху ставите сито, накрываете крышкой и вуаля! Потрясающий аналог домашней пароварки. Так можно готовить и овощи, и даже некоторые кусочки рыбы. Если вы такой же любитель порядка на кухне, как я, тогда у вас просто обязан быть вакууматор. Что он делает? Вот такое великолепие получается. Больше мой кускус никуда не просыпется. Удобно? Кайф? Замечательно! Однако, если нет вакууматора, всегда можно использовать разные баночки. Или же взять зип-пакет. Что это такое? Это обычный пакетик, но с клейкой-полоской. При помощи этого пакета можно сделать ровно счетом то же самое, что и при помощи вакууматора. Пересыпаем сюда киноа из рваного пакетика, отрываем клейкую ленту и просто запаковываем его. Все! Она отсюда тоже никуда не денется. Но вся прелесть в пакетиках не только в хранении продуктов, но и в низкотемпературном приготовлении. Сейчас покажу, как это работает. Используя вот этот потрясающий кусок мяса. Кладем его в вакууматор. Избавляем мясо от воздуха внутри. Я также могу туда заложить немного специй. Допустим, чеснок, тимьян или даже немножко сливочного масла. После того, как мясо запаковалось, мы можем сделать низкотемпературное приготовление при помощи нашей кастрюльки с водой, положив туда кусочек мяса и термометра. И все! Супер профессиональная техника у вас дома без доплат готова! Таким образом вы сможете довести ваш кусочек мяса до нужной вам температуры, поставив на нагрев. К примеру, если вы хотите идеальную прожарочку medium well, доводите воду до температуры на 59 градусов и держите так кусок мяса около 60 минут. После этого прижарите на сковороде и у вас просто супер ресторанный уровень стейков на вашей домашней кухне. Теперь вы можете похвастаться тем, что точно знаете, что такое низкотемпературное приготовление сувит. И эта техника подходит для приготовления не только мяса, но и рыбы, курицы и даже овощей. А теперь щипцы! И это тот инструмент, без которого ни один повар не назовет себя шефом на кухне. При помощи них используется тоненькая, деликатная сервировка каких-нибудь маленьких травушек на блюда или переворачивание на, возможно, более тонких кусочков рыбы или курицы на сковороде. Однако, если у вас их нет, не отчаивайтесь, всегда можно использовать бамбуковые палочки. Правда, стоит немножечко потренироваться и отточить движение. К примеру, азиатские шефы используют вместо одноразовых палочек стальные. А теперь поговорим о сковородках. И, наконец-таки, разберемся, для чего каждый из них подходит лучше всего. Это алюминиевая сковорода с тефлоновым покрытием и стальным диском внутри. Она идеально подходит для приготовления яиша на комлетов, тонких кусков рыбы или, возможно, даже курочки. Но не для толстых стейков или даже для томления. Дело в том, что толщина этих стенок и сам материал не дает сильное распространение жару. То есть, она быстро остывает. Для этих целей лучше подходят стальные сковороды. Полностью стальные, как эта сковорода. Но в чем ее беда? В ней нет покрытия. Она выглядит достаточно непрезентабельно только потому, что перед ее использованием ее следует прокалить с маслом, после чего это масло удаляется салфеткой и тогда уже на ней можно жарить. Причем жарить можно и толстые стейки за счет того, что сталь хорошо держит температуру и даже готовить некоторые гулеши или рагу. Главное не сбрызгивать ее вином, не добавлять слишком много кислотных продуктов, а то потом придется ее снова прокаливать с маслом, ибо она может заржаветь. Теперь же перейдем к мастодонтам кулинарии. Это чугунная сковорода с ошлифованным покрытием. Благодаря толщине стали здесь можно идеально пожарить все, что угодно. От толстучих стейков до азиатского стир-фрая или даже может быть гулеша. Все будет золотистым, с румяной корочкой и очень вкусно. Я рассказал вам о трех разных сковородках. У нас также есть три вида разных плит. Газовые, индукционные и керамические с тенами. Так вот, только для индукционных важно наличие стали. Как можно проверить, будет ли работать ваша сковорода на индукционной плите при помощи простого магнита. Чугун будет идеально работать на индукционной плите и нагреваться он будет полностью. Стальная сковорода ровно счетом то же самое, магнитится по всей поверхности. А вот, к примеру, с алюминиевой сковородой уже не так все гладко. К бачку она не магнитится, здесь с краешку отлипает, а вот по центру, где стальной диск, она будет работать хорошо. Следовательно, если вы готовите на газовой или на керамической плите с тенами, вам без разницы, какой тип сковороды использовать. Главное, вам смотреть на толщину. Однако, если вы пользуетесь индукционной плитой, тогда ваши сковородки должны быть исключительно со сталью. Друзья, пусть вас не смущает отсутствие какого-либо специального инструмента на вашей кухне. Как вы могли заметить, всему и всегда есть альтернативы. Не бойтесь их искать и экспериментировать. До встречи в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok